Уважаемые коллеги, я думаю, что можно начать. Мне выпала такая большая честь, но и при этом легла ответственность очень большая, открыть неделю современных образовательных технологий и начать эту неделю именно с этой обучающей лекции. И, конечно, когда я продумывала материалы, готовилась к лекции, я, конечно, думала о том, что информации о современных образовательных технологиях очень-очень большое множество. И вы, несомненно, все владеете тоже большим количеством информации. И мы уже достаточно много времени работаем с преподавателями и в нашем университете, и в других вузах Казани по интеграции образовательных технологий в наш учебный процесс, современных образовательных технологий. Поэтому передо мной встал, конечно, вопрос, на что сегодня в этой лекции обратить особое внимание. Да, Вера Константиновна. Обратить особое внимание. И я подумала, что, конечно, сейчас, наверное, важно не получить информацию, а больше осмыслить информацию. И я, как доцент кафедры педагогики высшей школы, наверное, тоже должна выполнить, в том числе, миссию помочь в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса. Потому что, конечно, в рамках внедрения новых образовательных стандартов, перехода на компетентностный подход, подходы к организации учебного процесса изменяются. И, наверное, задача любого вузовского педагога сегодня – это сделать занятие наиболее эффективным. А это означает, что не просто узнать о технологиях и попробовать их каким-то образом внедрить, а сделать это осмысленно, сделать это, ну, с позиции, наверное, перерасстановки акцентов. Мы не можем сегодня говорить, что все технологии, которые мы сегодня, ну, и видим в интернете, они принципиально новые, но здесь важно увидеть акценты. Потому что даже в очень, казалось бы, знакомых и похожих технологиях мы, конечно же, находим всегда что-то новое. И акценты, которые мы расставляем, они, конечно, должны быть в первую очередь ориентированы на образовательный результат. Поэтому я рассматривала материал с позиции, конечно, больше расстановки акцентов, большего понимания. И целью сегодняшней лекции – это, конечно, рассмотреть эффективное использование образовательных технологий в проектировании и реализации образовательного процесса в высшей школе. И хотелось бы также посмотреть в первую очередь на то, как мы понимаем в педагогике именно технологический подход в образовательном процессе. Потому что единого понимания не существует. И вот здесь важно понять, что имеется в виду, когда мы говорим о технологизации образовательного процесса. Конечно, хотелось бы заострить внимание на ваших компетенциях, в умении конструировать учебное занятие с применением интерактивных методов и форм. Ну и поговорить о конкретных формах, методах на основе евристического подхода – это методы Волт Кафе и Кейс Стадии. Именно об этих методах я остановлюсь подробнее, потому что у нас есть опыт, и в рамках этой лекции хотелось бы поделиться этим опытом в том числе. Значит, в следующие 40 минут мы поговорим о технологическом подходе к обучению студентов. В рамках него посмотрим на определение педагогическая технология, но скорее проведем анализ этого определения, рассмотрим, что такое образовательная технология, что под этим понимается, и поговорим об интерактивном обучении как приоритетной стратегии высшего образования. Еще раз мы уже не раз, наверное, выступая и в университете, и проводя курсы повышения квалификации, проводя свои тренинговые занятия, говорили о нашем понимании интерактивного обучения, и сегодня хотелось бы еще представить критерии интерактивного занятия, как можно, по сути, оценить, какое занятие является интерактивным, и является ли интерактивным проводимое вами занятие. И дальше хотелось бы поговорить, на чем расставить акценты при проектировании и реализации интерактивной образовательной среды в ВУЗе. Еще раз покажу тот конструкт, который мы уже создали достаточно давно, просто сфокусирую на нем внимание, и, собственно, покажу, каким образом в этом конструкте или каким образом он помогает подобрать формы и методы интерактивного обучения. И отдельно, я уже сказала, остановлюсь на эвристических технологиях обучения, в частности, на методе World Cafe и Case Study. Ну, я приведу, в World Cafe приведу примеры того, как мы реализовывали эти методы в своем образовательном процессе, а Case Study, наверное, чуть больше расскажу о понимании этого метода, потому что, ну, действительно непростой в реализации применения метод. Ну, я уже сказала о том, что ориентируемся мы на современные образовательные стандарты, и, в первую очередь, они направлены на то, чтобы получать образовательные результаты. И именно на это направлена должна быть организация учебного процесса сегодняшнего. И, ну, большое разнообразие, мы говорим, в организации образовательного процесса, и это разные подходы, и деятельностные, и компетентностные, и личностно ориентированные, и контентные. Они как раз обуславливают поиск и разработку образовательных возможностей, которые направлены на те результаты, это общие профессиональные компетенции наших студентов. Как раз способы организации образовательной деятельности – это и есть те факторы, которые побуждают студента к саморазвитию в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день одна из актуальных задач, которая стоит перед вузовским преподавателем – это внедрение новых подходов к планированию и проведению учебных занятий в вузе. Ну и вот когда мы с вами начинаем, собственно, организацию учебного процесса и начинаем продумывать, каким образом организовать свое занятие, мы сталкиваемся с множеством-множеством педагогических понятий. Это и система обучения, это и образовательная модель и педагогическая технология. Ну, собственно, они здесь все перечислены. Я думаю, не раз вы все сталкивались с этим понятием. И, наверное, у многих возникал вопрос, а чем они отличаются, и, в общем-то, их достаточно много, какие использовать понятия. Мы, наверное, сегодня в большей степени задача рассмотреть технологический подход к обучению студентов, и все эти понятия, они как раз призваны к тому, чтобы выйти на уровень технологизации учебного процесса. Ну, сегодня все говорят о технологизации процесса обучения. Это относится и к технологизации постановки целей, и к технологизации взаимодействия и содержания, ну и так далее. В общем-то, на всех уровнях мы сегодня говорим о технологизации. Вообще, технологический подход к образованию, он не нов. Он, в общем-то, о нем начали говорить еще с 50-х годов прошлого столетия, и развивался он достаточно динамично от, ну, таких концепций, как эмпирическая технология, когда говорилось о воздействии на объект изучения, то есть во главу угла ставилось содержание обучения, ориентированное на среднего ученика. То есть, по сути, технологизация была самим содержанием обучения. Затем шла трансформация уже в сторону воздействия на объект научения, то есть, каким образом это содержание мог осваивать каждый ученик. И, соответственно, здесь такой усредненный, наверное, был ученик, называлась алгоритмическая технология. Ну и затем он трансформировался как раз в подход, когда воздействие оказывалось на обучающую среду, это стахастическая технология. На сегодняшний день единого определения, что такое педагогическая технология, не существует. Определений большое-большое множество. И здесь представлена лишь одна часть, ну, собственно, те, которые, наверное, я тоже использую, на которые полагаюсь, и которые, мне кажется, в наибольшей степени отражают как раз вот содержательную сторону того, что же такое педагогическая технология. Я не буду озвучивать все эти определения. Думаю, что вы с ними многие уже знакомы. Когда думали о том, как технологизировать свой процесс, я думаю, наверное, каждый сначала подумал о том, а что же включает в себя технология. Но если обобщить все эти определения, то можно сказать, что педагогическая технология – это система последовательных взаимосвязанных действий и педагога, и обучающегося, которые направлены на достижение диагностически поставленных педагогических целей, которые ориентированы на развитие обучающихся. И здесь важно отметить, что цели должны быть достигаемы постоянно, то есть не разово, а если цели достигаются в множественное количество раз, то это можно отнести к педагогической технологии. Но уровни педагогических технологий, их тоже три, они так и иерархически взаимосвязаны. Можно сказать, есть такой общедидактический или общепедагогический уровень, который характеризует целостный образовательный процесс либо в данном регионе, либо в учебном заведении, либо на определенной ступени обучения. И здесь, скорее, педагогическая технология выступает синонимом педагогической системе. В нее включается и совокупность целей, содержания, средств, методов обучения, и алгоритм деятельности и субъектов, и объектов этого процесса. Следующий уровень – это частно-методический или предметный уровень. То есть, по сути, это частно-предметная педагогическая технология, и часто она употребляется в значении частная методика. Как можно рассматривать, как совокупность методов и средств для определенного содержания обучения в рамках одного либо предмета, либо преподавателя, ну, вы знаете, например, там методика Шаталова, да, методика преподавания, например, конкретного предмета, да, и выделить локальный модульный уровень, то есть технология отдельных частей учебного предмета. Она выступает как технология, направленная на решение частных дидактических задач. То есть технология отдельных видов деятельности, например, формирование понятий, или технология формирования каких-то определенных личностных качеств, ну, технология занятий и так далее. Ну, можно сказать, мы говорили о педагогической технологии, да, вот сама образовательная технология – это определенный комплекс. Можно сформировать ее в определенный комплекс, который состоит из представления планируемых результатов обучения, то есть четкого определения, чему учить, набора моделей обучения, как учить, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий, ну, то есть, по сути, для чего, ради чего учить, и средств диагностики текущего состояния обучаемых, как проверить, ну, уровень развития, по сути, да, и, соответственно, все это приводит к формированию компетенции. Вот, обратите внимание, я остановлюсь только на второй составляющей, это на самой модели обучения. Вот, по сути, сама модель обучения, она тоже имеет такой достаточно сложный уровень, который, ну, можно сказать, построен тоже иерархически. В основе, ну, в данном случае, я изобразила в виде домика, по сути, таким фундаментом этой модели является сам преподаватель. Конечно, его личностные особенности, включающие в себя его манеру поведения, его интуицию, ну, отношения и так далее, да, и это, несомненно, педагогическое искусство. Конечно, важной такой надстройкой или крышей является метод обучения, который, и форма, в которых реализуется модель обучения, и это нам, ну, по сути, это наша такая важная составляющая, это включает в себя дидактика, да, и средства и приемы, которые мы выбираем, наша педагогическая техника, ну, то есть, вот это та модель обучения, которую мы на своем занятии реализуем. Ну, и, скажем так, мы немножечко, я остановилась на рассмотрении понятия педагогическая технология, чтобы рассмотреть интерактивное обучение тоже как своего рода технологию, потому что в ней, к ней, в общем-то, применимы все те основные моменты, которые я выделила ранее. Но мы рассматриваем интерактивное обучение сегодня как приоритетную стратегию и тактику университетского образования, потому что, я думаю, что все знакомые с уставом вузов, и мы рассмотрели уставы нескольких вузов, и в программах вы видели, что от 40 до 70 процентов занятий отведено на интерактивное обучение. Поэтому, естественно, приоритет отдается сегодня интерактивному обучению, и основано оно на взаимодействии, взаимодействии субъектов обучения как в аудитории, так и в дистанционном формате, онлайн и оффлайн. Но здесь важное внимание уделяется педагогу, потому что именно он оказывает педагогическую поддержку, и именно его основная роль как координатора, его влияние является координирующим, он сопровождает студента, даже если это идет в дистанционном режиме. Конечно, это обучение направлено на развитие компетенции и способствует их самореализации в учебно-профессиональной деятельности. Но вот если рассматривать интерактивное обучение как технологию, то, конечно, это совокупность форм, методов, техник, а также средств обучения и, самое главное, контроля, применяемых в процессе образовательной деятельности и направленных на усвоение способов, усвоение знаний, развития умений и навыков обучающихся. И одной из важных составляющих является это развитие, конечно, творческого мышления, потому что большая часть интерактивных методов, они, конечно, направлены на самостоятельность, на то, чтобы студент формировал свое собственное мнение и на основе развития своего креативного мышления, ну, повышение своей творческой активности, естественно. В интеграции интерактивных технологий обучения мы имеем уже достаточно большой опыт. Систематизируя имеющиеся на сегодняшний день практики как российские, так и мировые, мы, в общем-то, многие, наверное, уже знают и знакомы с нашим учебно-методическим пособием, которое есть у нас на сайте нашей кафедры и в котором, собственно, представлены не только сами технологии, но есть и рекомендации по их применению, рекомендации по разработке занятий. Мы также работали и с преподавателями нашего института, и Лабужского института, и Института геологии и нефтегазовых технологий с тем, чтобы как раз повысить их компетенцию в проектировании и реализации интерактивной образовательной среды. И с учетом того опыта, который у нас уже есть, мы выделили как раз критерии интерактивного занятия, по которым, собственно, можно оценить, а действительно ли занятие является интерактивным. Потому что, когда мы начинали работу, было много таких критических, наверное, моментов и замечаний, что да мы тоже все это делаем, мы делаем это постоянно, мы делаем это каждый день, но когда мы стали более детально прорабатывать, ну вот как раз каким образом создать такое занятие, то оказалось, здесь не все так просто. Здесь важно, наверное, сместить акценты и, может быть, расширить поле своего видения в сторону инноваций, скажем так, в сторону расстановки акцентов. Да, многое новое основано, и, естественно, оно не взялось ниоткуда, не родилось, не изобрелось, а оно основано на том опыте педагогическом, который есть. То есть оно происходит из тех методов, которые применяли и в традиционном, в том числе, обучении. Здесь важно уметь увидеть главную задачу, уметь посмотреть под другим углом зрения и расставить правильно акценты. Итак, критерии интерактивного занятия, это, конечно, в первую очередь ориентация на образовательный результат, который можно диагностировать. Далее. Еще одно, но одна очень важная, наверное, составляющая, это самостоятельная работа на опережение. То есть другой подход к организации самостоятельной работы, не на закрепление, а на опережение. Здесь очень хорошо могут помочь электронные образовательные ресурсы, потому что студент может уже заранее познакомиться с материалом, который ему необходимо подготовить и знать те задания, которые ему предстоит готовить вперед и приходить на занятия уже подготовленным. Здесь еще одна важная составляющая, это взаимодействие всех участников образовательного процесса, не только преподавателей, но и студентов, и учебного материала. Здесь большая работа ложится на преподавателя в качестве подготовки методического материала. Еще один важный критерий – это субъектность участников образовательного процесса. Что это значит? Что ответственность повышается у студента во много-много раз. То есть студент является таким же участником образовательного процесса, а значит, также отвечает за его результаты перед самим собой в первую очередь. Междисциплинарный, практикоориентированный подход к изучению материала. Здесь мы часто говорим, это актуализация материала. Даже если мы рассматриваем теоретический аспект, очень важно, чтобы студенты видели, как, где они его могут использовать свои профессиональные деятельности. Три позиции преподавателя. Не только организатор этого процесса, что чаще всего и легче всего удается преподавателям, но и лидер и фасилитатор в этой группе. То есть обязательно контролирует весь процесс, ведет за собой и подводит итоги. Потому что очень часто бывает, что организовать активную работу получается, а вот показать итоги, которые получили студенты в результате этой работы, не всегда удается. Да, это фасилитатор как раз. И формирование новых знаний студентами самостоятельно на основе своего личного опыта и опыта одногруппников. Но вот здесь тоже еще один очень важный момент. Иногда преподавателям, может быть, немножечко страшно. Им кажется, что студент еще не готов. Ну или у него не хватает личного опыта. А это означает, что преподаватель не знает, как поставить задачу. То есть, по сути, как сформулировать вопрос таким образом, чтобы студент привлек именно свой личный опыт в работу над той проблемой, над той задачей, над тем материалом, над которым он работает. Это были критерии. Ну, теперь немножечко, несколько слов о проектировании и реализации интерактивной образовательной среды. Я не буду повторяться. Мы уже много раз представляли наш интерактивный конструкт. Я напомню, что интерактивный конструкт, он не является моделью, а он является такой переходной частью от теории к практике. Он помогает, наверное, понять, он поэтому называется именно не модель, а конструкт. Он помогает понять, помогает осознать то, каким образом организовать и использовать те виды работ с учетом целей, которые мы ставим и в мыслительной нашей сфере, и в развитии наших общих компетенций. То есть, по сути, о чем он говорит, я сейчас не буду детально останавливаться, о том, что интерактивное обучение – это сочетание различных форм работы, а методы подбираются под конкретные цели. Но на самом деле мы можем любой формой реализовать любые цели. Вот этот конструкт, он такой динамичен, он вращается. Главная задача, по сути, сказать себе, какой правильно выбрать метод под конкретное содержание, под конкретную задачу. Ну и, собственно, основная в этом плане, наверное, сложная роль – ложиться на разработку занятий. Может быть, проведение, оно в меньшей степени становится сложным, становится большая разработка. Вот я тут сейчас смотрю на своих коллег, которые сейчас очень много работают, чтобы вам показать свои открытые занятия. И как раз мы советуемся, мы обмениваемся мнениями. И действительно, это большая работа. Даже вот то занятие, которое было, которое уже успешно реализовывалось, сделать еще более эффективным. Учесть все моменты и работать над эффективностью. Вот тут такая, на первый взгляд, веселая картинка. Она как раз говорит о том, что вариативность идет на этапе создания занятий. Чем более творчески вы подойдете, чем больше информации в методах вы владеете, чем четче вы сможете продумать цели, подобрать под них методы, тем будет, соответственно, занятие эффективнее. Но, вот видите, стрелка круговая. На этапе проверки эффективности занятий важно придерживаться и проверить каждый этап этого занятия, чтобы затем можно было знать, что конкретно усовершенствовать. Потому что если не выдержать, а меняться на ходу, то там уже будет непонятно, что не сработало. Поэтому большая вариативность на этапе создания и четкая инвариантность на этапе его реализации с целью его дальнейшего совершенствования. Ну, что можно делать достаточно много. Но сразу скажу, на самом деле, разработанное один раз занятие всегда легче совершенствовать, и оно приобретает, ну, вот действительно, такой, знаете, смысл, наполненность. И уже его можно там обогащать и методическими материалами, можно обогащать теоретической составляющей, информационной и так далее. То есть углубляться в содержание. Главное, вот подумать, как наложить метод. Ну, по сути, создать занятие не очень-то и сложно, интерактивное. Нужно сделать всего шесть шагов. Первое – начать обязательно с постановки целей занятий. И здесь важно понимать, что цель нужно ставить с позиции деятельности студента. То есть, по сути, ориентированный на результат. Какой результат получат студенты к концу вашего занятия? Все очень просто. Так, я перевернула. Следующее – продумать об организации самостоятельной работы. То есть, что вам необходимо и в какой форме, чтобы студенты подготовили к вашему занятию. Я понимаю, что важно их мотивировать на это, но у всех есть свои собственные хитрости, свой собственный опыт. Важно, чтобы задание было настолько интересным, чтобы студенты хотели его сделать. Вы знаете, мы когда работали с преподавателями в Институте геологии и нефтегазовых технологий, они сначала нам не верили. Они говорили, да нет таких заданий, которые бы студент делал с удовольствием. Я говорю, ну, давайте попробуем проверить. Но так как мы работали в тренинговом формате, то у нас была возможность прямо на занятиях совместно под определенные дисциплины для определенного курса придумать такие формы самостоятельной работы. Мало того, так как мы встречались всего раз в неделю, но каждую неделю, то мы могли сразу же через неделю получить обратную связь. Реально работает или нет. И вы знаете, через неделю было всегда удивительно, когда говорили, вы знаете, 80% выполнили эту самостоятельную работу, 90% а с каким, ну, и говорили о том, с каким рвением, с каким энтузиазмом студенты ее выполняли. И здесь все дело в том, что важно выбирать и задачи для самостоятельной работы, такие, чтобы они были и вам полезны, и студенты их выполняли с удовольствием. Знаете, иногда, казалось бы, простые такие задачи, ну, креативные, они приводили к тому, что студенты углублялись в изучение теории. Для того, чтобы выполнить, ну, какую-то практическую, такую небольшую задачу, им необходимо было вникнуть и изучить кучу-кучу теорий. Еще один важный момент. Если мы говорим о результате, то очень важно этот результат оценить. Поэтому очень важно создать фонд оценочных средств. Важно, чтобы он был для конкретного занятия. Тогда мы можем и показать студентам, какой результат они достигли. То есть, по сути, когда мы говорим о развитии компетенции, мы понимаем, что сама компетенция, это очень широкая составляющая, и она включает в себя достаточно много критериев, и критерии включают в себя еще и показатели, и много. Вот для занятия нужно разрабатывать, ну, под конкретную форму, одно оценочное средство, состоящее из конкретных показателей, где бы студент видел, что у него получилось лучше, чем у другого. То есть, какой прогресс он сделал, и, ну, собственно, мог затем поставить себе, может быть, какие-то цели новые, чтобы развивать, совершенствовать себя уже на следующем занятии, в следующей форме, чтобы у него получилось еще лучше, или, ну, не хуже, чем у других, скажем так. Еще один аспект, когда продумываются сами уже задания для, ну, то есть, сам материал, сами задания на работе, на занятии, здесь важно ориентироваться на то, чтобы студенты могли формировать знания самостоятельно. То есть, они должны быть таким образом построены, чтобы студенты могли, используя то, что они сделали дома, дополнять и уже самостоятельно делать какую-то настройку, то есть, приходить к каким-то собственным выводам. Еще один важный момент, вот, кстати, он достаточно сложно удается, ну, особенно на некоторых таких теоретических дисциплинах, это ориентация на актуализацию знаний в деятельности студента. Понимаете, студент будет тогда мотивирован, вот мы говорим о мотивации, в большей степени, если мы будем показывать, где это знание он может применить, и что это знание не оторвано от практической деятельности, что это знание каким-то образом он может в дальнейшем использовать. И последний шаг – это как раз выбор методов. Когда мы говорим об организации эффективной обратной связи и говорим об интерактивном занятии, взаимодействии, то здесь важно выбрать тот метод, который на протяжении всего занятия вам будет давать обратную связь, каким образом студент движется к достижению того результата, о котором мы говорили. То есть, таких простых пять шагов, и мы разработали интерактивное занятие. Но для организации как раз обратной связи используются и активные методы, приемы. Я здесь представила те, которые у нас в методическом пособии, созданные технологические конструкты и выделены разные приемы, методы, способы. Но вот здесь важно понимать, что цель определяет содержание и методы, а методы и содержание обуславливают как раз достижение цели. Но вот еще чуть-чуть по-другому. Мне кажется, вот такая структура, она в большей степени, наверное, отражает организацию интерактивного обучения. Вот смотрите, выбрали формы. Затем в рамках этих форм мы создаем некие такие структуры взаимодействия, мы говорим. Ведь пары можно менять. Когда мы организуем групповую работу, мы тоже можем разными структурами. И вот этот поиск пары – это и есть такая просто техника. Карусель. То есть это все техники как можно больше перемешать, чтобы люди как можно больше услышали точек зрения, как можно с большими людьми поработали, повзаимодействовали, пообщались, ну и умели выстраивать отношения с разными, разными абсолютно людьми. Смотрите, теперь мы все это обробляем методами. Причем какие-то методы действительно мы можем использовать только в группах. Какие-то мы можем использовать только в парах. Какие-то методы и там, и там подходят. То есть вот здесь, мне кажется, вот эти вот соты, они наиболее полно отражают. Мало того, понятно, что я не могу перечислить. Все на сегодняшний день имеющиеся методы, их большое-большое множество. И я думаю, что и вы тоже ездите на стажировки, привозите оттуда какие-то новинки. И собирая информацию в интернете и участвуя в блогах, наверное, тоже обмениваетесь различными методами, которые здесь можно дополнять и дополнять, и дополнять, и дополнять. На самом деле, и вот в рамках нашей недели современных образовательных технологий, открытых занятий, преподаватели покажут многие методы, которые и здесь вы видите, о которых еще я тоже не слышала, потому что свое пособие мы делали в 13-м, 12-м, 13-м, но вышло оно в 14-м, но собирали там и материал активно эти годы. То есть уже с каждым годом появляются все новые-новые технологии, и везде разные акценты расставляются. Мы вот вчера рассматривали тоже с коллегами одну из технологий, пытаясь найти в нем вот именно те акцентуальные особенности этой технологии. Ну и хотелось бы все-таки перейти к тем технологиям, о которых я хотела рассказать, вот кафе и кейс-стадии именно эвристических технологиях обучения. Почему я выбрала эвристические? Потому что как раз эти технологии ставят целью конструирования обучающимися собственного смысла, собственных целей, содержания, образования. То, как раз о чем мы говорили. Наверное, они наиболее часто применяются в интерактивном обучении, а уж в высшей школе, естественно, в наибольшей степени. Потому что, естественно, эвристическое обучение для самого обучающегося это непрерывное открытие, постоянное открытие. Вот сама эвристическая деятельность, она развивает у обучающихся и способности понимать и использовать пути и методы продуктивной познавательной деятельности. И систематизировать учебную информацию для того, чтобы затем применять ее в эвристическом поиске. И адаптироваться к новым условиям действия и предвидеть ее результаты. Ну и прогностические здесь компетенции развиваются, и компетенции в принятии решений. То есть, по сути, то, что у нас и отражено в общепрофессиональных и в общих компетенциях. На это, в первую очередь, направлена эвристическая деятельность. Но будет она эффективна в том случае, если будет оценивание обучающимися своих действий, то есть, организована рефлексия, направленная на то, каким образом экономно, рационально ли получен результат. Конечно, эффективна она будет, если обучающийся получил этот результат, то есть, довел решение задачи до конца. Если обучающийся использует творческую составляющую нашего мышления, это и гибкость, и оригинальность, и беглость мышления. Это применение обучающимися способности управлять информацией, то есть, ее актуализация в той задаче, которую он решает. И, конечно же, знание обучающимися, его опора на те правила, которые есть в построении эвристических операций. И, конечно, его аргументированное рассуждение. То есть, по сути, эффективность тоже зависит от развития наших студентов как раз в творческом, в эвристическом направлении. Но вот большое внимание уделял и наш бывший заведующий кафедры Андреев Валентин Иванович. Он большой вклад внес в развитие эвристического обучения, и хуторскую тоже. Они как раз говорили об эвристических методах обучения, что это способ организации творческих, продуктивных процессов мышления, обучающихся путем овладения ими новыми, более рациональными вариантами действий в новых ситуациях. Но при этом, говоря о технологиях, мы накладываем все то, что мы говорили о педагогических технологиях и эвристические технологии, также ориентированы на гарантированное эффективное достижение педагогических целей и интеллектуальное развитие обучающихся. И в педагогическом процессе эти технологии часто называют активными, так как использование этих технологий приводит к высокому уровню активности, повышению активности обучающихся и повышению их мотивации внутренней и внешней. Но осталось совсем чуть-чуть времени. Я быстро очень приведу примеры того, как мы использовали, ну, собственно, как мы реализовывали эти технологии. Первая технология, которая нам очень нравится, это WordCafe. Ну, собственно, мы ее уже использовали несколько раз. Значит, метод WordCafe, у него есть авторы, и это метод сфокусированного неформального обсуждения. Выбирали для своих мероприятий, для тех целей, о которых я вам расскажу чуть позже, потому что этот метод обладает эвристичностью, очень личностно ориентированный. При большом, ну, скажем, при больших аудиториях мы проводили на аудиторию в поток в 60-80 человек. Поэтому именно мы этот метод выбрали. И, конечно же, ориентирован на творческое саморазвитие личности студента. Использование этого метода способствует и созданию новой образовательной развивающей среды. И, конечно же, это создание коллективного интеллекта, получение продукта в рамках коллективного интеллекта. Ну, здесь сидят многие преподаватели, которые являются руководителями магистратуры с других институтов, совместной нашей педагогической магистратуры. Вот они как раз тоже принимали участие в прошлом году. Мы устраивали конференцию, посвященную академику Валентин Ивановичу Андрееву. Он называется у нас «Андреевские чтения». И у нас был день, посвященный нашим магистрам их работам. И вот в рамках этого дня мы как раз устраивали «Ворд Кафе». Я чуть позже покажу результаты работы нашего кафе. Так, наверное, даже это не буду. Для целей тоже можно посмотреть, для каких оно применяется. То есть здесь достаточно широкий спектр, для чего можно. Вот мы как раз разрабатывали новые модели. А еще я расскажу об одном примере, где мы, собственно, получали совместные статьи. И это делали бакалавры у нас. Построение этого процесса строится на, скажем так, на основных правилах. Вот для того, чтобы эффективно его провести, надо эти правила соблюдать. Важно задать контекст ситуации, то есть основные цели и задачи расписать и их донести до аудитории. Важно, чтобы те аспекты, которые будут разбираться, были очень актуальными. Важно, чтобы мысли каждого участника были каким-то образом зафиксированы и отражены. Потому что мнение каждого здесь важно и даже неправильное мнение. Важно приглашать к обучению и сотрудничеству всех участников. Еще одна важная составляющая в любом эвристическом обучении – уметь соединять, казалось бы, несоединимые вещи. То есть разнообразные идеи, разнообразные точки зрения. И для этого есть помощник, преподаватель, который может оказать в этом помощь. Важно сосредоточить фокус внимания на личных достижениях каждого из участников обсуждения. Ну и смотрите, раз он называется World Cafe, то, соответственно, работа проходит прямо на скатертях, которые есть. Но, естественно, эти скатерти, они в виде бумаги. И заранее продумывается какая-то, может быть, форма графическая, куда заносятся заметки. И, собственно, потом эти скатерти вывешиваются на стенах, потому что, по сути, для того, чтобы все видели продукт каждого. Это активизирует коллективный интеллект и визуализирует как раз силу этого интеллекта. Почему мы выбрали именно этот метод, и он нам на самом деле нравится? Потому что он требует, на самом деле, минимальной подготовки. Самое главное – это выбрать правильно тему и правильно поставить вопросы для обсуждения. Именно этот этап является важнейшим и определяет успех всего мероприятия. Остальные вопросы, они в большей части организационные. Проведение самого занятия, оно идет несколько этапов. Конечно же, важно установить контекст, прояснить цели, задачи и объяснить, как будут представляться результаты и каковы будут критерии оценки самого результата. Затем важно разделить участников на группы. Но я сейчас объясню. Ворд-кафе это очень просто делается. 80 человек не надо подходить к каждому и делить. И объяснить правила работы, которые, как правило, есть на слайде. И в каждом столе, за каждым столиком назначить хозяина. И далее идет основная часть, которая тоже отражена на слайдах. Несколько раундов бесед, перемешивания, переходы за разные столики. Хозяин остается, чтобы объяснить. И в конце все возвращаются, чтобы дополнить идеями других свой собственный продукт. То есть, собственно, внести изменения в свой конечный продукт. И в завершении, конечно же, по сути, представление, обобщение всех идей в какой-то форме. Но это, опять же, вы заранее продумываете. Вот смотрите, принцип деления здесь очень прост. Основан на свободном индивидуальном выборе студента. Когда студент заходит в аудиторию, он выбирает либо тему, то есть рубрику «Свободный стол», к которой он подготовился заранее. Мы сообщали, какие будут темы. Они могут сами приносить с собой, естественно, материал, подготовиться. Поэтому они заходят, выбирают стол. Но если не остается за столом места, то студент выбирает уже стул. Называется «Свободный стол» или «Свободный стул». То есть за каждым столом четко ограниченное количество участников. И сколько есть, дальше уже, скажем, студент не может присоединяться. Он будет садиться за другой стол. И преподаватель назначает в каждом столе ответственного студента за проблему хозяина стола. Но вот когда мы проводили конференцию, и нас было много, и нам хотелось тоже принять участие с преподавателями, то мы сами тоже приняли участие. И за каждым столом был определенный преподаватель, который как раз и помогал студентам, и работал вместе с ними по сути. Это вот было распределение ролей на нашем ворд-кафе магистрском. У нас был хозяин темы, у нас был хозяин стола студент, хозяин темы, это, видите, был преподаватель. У нас был спикер, который потом представлял результаты. И у нас еще была одна роль, у нас был постер-копирайтер. Мы его так назвали, потому что основная цель, они создавали у нас модели обучения, и затем их представляли в виде постеров. То есть постеры были чуть позже представлены, затем они развешаны в институте. То есть такая была работа проделана. И то есть человек, который отвечал за постер, вот он был как раз этот постер-копирайтер. Работа проходила в пять этапов. Этап цели и полагания, поиска идей, дополнение идей, анализа и презентации. Преподаватель осуществляет экспертное сопровождение активного поиска решений. Ну, а вот чтобы продумать четкую структуру, как это будет перемещение от стола в стол, мы, значит, рисовали схемы. На самом деле вот эта схема от другого. Ворд-кафе, я про него вот тоже расскажу. Это мы делали в рамках нашего гранта. Это было ворд-кафе как экзамен по модулю. Это был экзамен по одному модулю. Модуль включал три дисциплины, ну, как бы три раздела. И вот по этим трем разделам был экзамен в виде вот ворд-кафе как раз. Вы знаете, мы сейчас как раз продумываем модульную систему при построении наших магистрских программ. И при вот этой модульной системе мы как раз продумываем, что, наверное, очень оптимально принимать экзамен сразу по модулю. Обычно же модуль состоит из нескольких разделов. И, как правило, в учебном плане есть экзамен по одному разделу, экзамен по другому. Но я сейчас уже говорю более, знаете, так с позиции того, что я надеюсь, что наши модули состоят из разделов. Большей части это обычно дисциплины просто, которые там есть зачет по одной, экзамен по другой, там зачет по третий. Мы сейчас продумываем как раз вот действительно организовать модульный подход, где бы можно было принимать единый экзамен по всем разделам модульной программы. Вот мы уже это пробовали в рамках гранта. У нас получилось на самом деле удачно. Мы пробовали, скажем так, и реально провести такое занятие, и для отчета провести такое занятие. Вы знаете, то занятие, которое мы проводили, вот реально действительно мы его провели, мы получили шикарные результаты. Когда мы его проводили для отчета с целью «Напишите статью и сдайте», само мероприятие они провели, это был вообще другой уровень, я хочу сказать, конечного результата, совсем другой. Поэтому мы проверили эффективность этого метода действительно в реальных условиях. Собственно, вот здесь, почему мы такую схему рисовали? Как они будут сидеть? Куда они будут перемещаться? Каким образом? Потому что много перемещений тоже быть не может. Ну, собственно, вот как раз это были наши фотографии с этого занятия. А, вот, вот как раз вот это было по модулю. У нас модуль назывался адаптационный социокультурный модуль. И итог совместной работы было создание электронного журнала «Ребенок в поликультурной среде». Это были бакалавры. Они должны были, в общем-то, в этот журнал статьи представить, которые они создавали на этом World Cafe. У нас были темы столов. Это как раз были разделы, модули дисциплины. Вот проблемы детства в этнопедагогике, образование в поликультурном, полиэтническом пространстве, психология этнического самосознания. Это были темы столов. А это были рубрики. Вот если вы видели, то было три поля. То есть, как бы, три у нас темы. Там было по три стола. То есть, каждый стол – это отдельная рубрика была. И, соответственно, студенты выбирали и тему, и рубрику, и приносили какие-то материалы. Им нужно было и заранее заготовить. Но если, соответственно, у него не совпадал материал, то, естественно, он принимал участие в работе другого стола. Он должен был готов быть каждый, работать в любой рубрике. Мало того, он это и делал впоследствии. Ну, вот здесь вот такие были рубрики. Здесь другие еще были рубрики. И у нас были критерии оценки студента при этой работе, которые учитывали и домашнюю подготовку, и как он участвовал в разработке идеи, в групповой работе, и в анализе, и в презентации. Ну, вот был суммарный балл. То есть это было то, как мы оценивали его работу. То есть мы оценивали… А там еще отдельно статью, как продукт, тоже по ней были разработаны такие критерии. А вот в магистратуре мы разрабатывали модели образования. Я уже не помню, что мы делали. Мы им представили… Ну, вот то, как они работали на столах, вот мы им показывали, как необходимо было. И, собственно, сначала они представляли, а постер делали уже не позже. Мы им тоже говорили, какие требования к постеру предъявляются. И вот это уже были готовые постеры. Модель формирования исследовательской компетенции, формирования и развития метапредметной. Ну, я здесь привела только четыре. Развитие творческого мышления, мониторинг образовательных результатов. То есть они делали модели определенных педагогических процессов. Всего у нас было восемь столов, соответственно, восемь у нас было постеров. У них у всех есть авторы, они отражены на постерах. Ну и время совсем нет. Я лишь немного расскажу о модели кейс-стадии. Я думаю, что в рамках у нас будут преподаватели тоже представлять эту технологию. Правда, не так много, потому что это очень сложная технология. Скажу о том, что это метод конкретных ситуаций. То есть, по сути, это такой ситуационный анализ. Это технология, в основе которой лежит реальное описание реальных ситуаций. И вот здесь очень многие путают очень часто эту технологию с ситуационными задачами. Ситуационные задачи, кейс-стадии – это немножко две разные вещи, потому что сам кейс – это реальная ситуация. Она описана очень подробно. Есть и контекст, и вокруг окружающие условия. И он достаточно, он такой объемный бывает кейс, предназначен как раз для того, чтобы получать навык в профессиональной деятельности. Выявление, выбор, решение проблем, работа с информацией, осмысление значения деталей, описанных ситуацией. То есть, анализ, синтез информации, аргументация, работа с предположениями, заключениями, оценка и альтернативы. Вот это такие очень важные вещи. Ну и важно понимать, что чаще это реальные ситуации. Если, например, наши коллеги, естественно, будут рассматривать в рамках своих предметов, там будут какие-то и клинические случаи. Ну, то есть, реальные диагностические ситуации. Там, конечно, не будут указаны фамилии, имена конкретных клиентов, пациентов. Но это будут чисто имеющие место реальные ситуации. На самом деле, метод кейсов имеет уже тоже достаточно большую историю. И на сегодняшний день существуют две школы кейс-стадии. Это Гарвардская и Манчестерская. Ну, американские кейсы достаточно объемные. Вот вы знаете, вообще трудоемкость составления кейса составляет где-то примерно месяца три. Для того, чтобы не собрать ситуацию, а писать ситуацию, поставить к ней задачи и так далее. Европейские кейсы во много раз короче. Они где-то 8-10 страниц. Поэтому они более такие легкие в применении. Но в вузах Запада по-разному уделяют внимание времени работы с кейсами. Но в Гарвардской школе бизнеса почти 90% времени. Где-то 20% времени. Понятно, что это не все занятия построены. Но у нас на кафедре есть сейчас магистратура по педагогике высшей школы, которая ориентирована на преподавателей вузов. И у нас очень много обучаются преподавателей из других вузов. И у нас сейчас учится из энергоинститута магистрантка, которая как раз там работает в кейс-центре. Они создали кейс-центр, где они собирают свои энергетические кейсы. У них достаточно большая работа. То есть они и выезжают на объекты, они собирают, описывают. Они, в общем-то, примируют людей, которые предоставляют кейсы. Потому что кейс его, по сути, можно собрать, описать, но можно и приобрести где-то. То есть кейс является сейчас товаром. И, по сути, я не помню, по-моему, геологи приглашали кого-то, кто проводил кейс-технологии, чемпионат по кейс-технологиям откуда-то из Москвы. Поэтому, коллеги, если кто-то хочет серьезно заняться таким подходом, то можно это вывести на уровень получения прибыли. На самом деле, да, если в рамках своей отрасли эти кейсы затем куда-то распространять дальше. Ну, чуть-чуть я пропущу все это, да. Вот возможности интеграции разных методов при организации работы с кейсом. Смотрите, сама работа с кейсом, она может тоже проводиться при помощи разных методов. И моделирование, системные анализы, мысленные эксперименты, методы описания, проблемные классификации, игровые, мозговая атака и дискуссия. То есть здесь все зависит от того, как вы лично организуете работу над этим кейсом. Потому что, на самом деле, эффективность его использования, она может быть достаточно широкой. Сами источники кейсов – это и жизнь, и образование, и наука. Кейсы можно классифицировать по степени воздействия их основных источников. Есть другие классификации. Что включает в себя кейс? Во-первых, ситуацию, конкретный случай, проблему, какую-то историю. Это контекст ситуации, хронологический, исторический контекст места, особенности действий или участников ситуации. Потому что в каждой ситуации есть не просто задача, которую нужно выполнить, но и в каких условиях эта задача решалась. И, как правило, вот в чем уникальность кейса, что там решение задач как раз в той конкретной ситуации. А каждая ситуация уникальна с учетом каких-то дополнительных условий. Есть комментарии ситуации, которые представлены автором. И, конечно же, вопросы, задания для работы с кейсом. Ну и вот почему бывает, если какие-то особенно технические кейсы. Вот я видела кейсы по безопасности жизни и деятельности, у которых очень большие приложения. Очень много технических расчетной какой-то, математической информации, в БЖД конкретных каких-то законодательных, технических, ну и так далее. Каких-то там актов, положений, может быть. Вот это все является, ну, отражается в приложении. Этапы разработки кейсов здесь тоже представлены. Определить место кейса в системе образовательных целей, поиск той институциональной системы, которая будет иметь непосредственное отношение к теме кейса. Построение и выбор модели ситуации. Дальше создать описание, собрать дополнительную информацию, подготовить окончательный текст и, соответственно, организовать его обсуждение. Это тоже еще один важный аспект, что встроить этот кейс в свое занятие, по сути. Вариантов организации работы с кейсом великое-великое множество. Вчера только видела методическое пособие, я вот на Елену Николаевну смотрю, она будет у нас кейс представлять, где, не помню у кого, пособие, уральского, по-моему, госуниверситета. Прямо огромное количество как раз расписано вариантов, как можно работать с кейсом, какие есть модели вот этого вот взаимодействия. Здесь представлена обобщенная модель, ну, с ней все можете ознакомиться, это все, вся информация есть. Как проверить, кейс хороший или нет? Вот если кейс грамотно составлен, то решения групп не должны совпадать. Очень важно, чтобы оценивалась как содержательная сторона решения, так техника презентации, эффективность использования технических средств. И важно, чтобы преподаватель тоже участвовал в обсуждении, направляя дискуссию, может быть, контролируя ход мыслей, ну и так далее. Результаты от работы с кейсом – это учебные и образовательные для самого студента. То есть учебные получаем с освоением знаний и навыков, образовательные студенты получают для себя и как развитие личностных качеств, реализации личностных целей обучения. Это здесь его возможности и, собственно, вот что нужно для того, чтобы правильно разработать кейс. Тут это тоже отражено. Естественно, как у всех методов, есть свои преимущества, но и ограничения в том числе. Естественно, не при всех случаях можно использовать. Можно использовать в дисциплинах, где истина неоднозначна. Ну и, соответственно, цель – получение не единственной, а многих истин в проблемном поле, где есть вариативность решения, где есть нестандартность ситуации. И, соответственно, вот как раз в кейсе речь идет об акценте на выработку собственного мнения. Ну, то есть овладение не готовым знанием, а сотворчество студентов и преподавателей. Вот здесь роль преподавателя как лидера очень важна – отсидеться не удастся. Потому что роль преподавателя при вот этих вот групповых формах, она велика в том плане, что он должен направлять, что он должен контролировать, направлять, при этом не, скажем так, не давая готовые знания, готовые варианты решения, не говоря, что вот истина такая, она в моей голове. Ну, здесь, конечно, то, что тест – это все-таки применение знаний в профессиональной сфере, и, соответственно, студент видит эту актуализацию знаний. Это тоже очень важно. Преподаватель как раз подводит итог, выступает в роли фасилитатора на каких-то этапах модератора, который собирает идеи, да, и, соответственно, ну, я уже сказала, что истина не только в нем, да. Ну, здесь еще важно, что студенты при такой работе обмениваются и видят систему ценностей других, и свою, и так далее. Ну, вот знаете, коллеги, я вот в рамках нашего одного из грантов у всех, скажем так, были свои задачи поставлены, и Московский городской педагогический университет работал над созданием кейсов. И, естественно, вот в рамках этого гранта мы тоже получили несколько рекомендаций по кейсам, и мы их не можем использовать, потому что у нас нет такого направления подготовки. Это направление в управлении педагогическим образованием, поэтому мы не используем. Но они нам представляли, как они разрабатывали. У них разработано было за год всего 4 кейса, то есть достаточно большая работа. Ну, я вот просто представила здесь, что посмотрите, какая большая информация на самом деле, и, соответственно, вот тут проблематизация. Там это тоже много-много листов, вот по каждому пункту там анализ и результатов, анализ там социальной ситуации в школе и так далее. И, соответственно, вот тут выделены проблематика кейсов, задания-вопросы для обсуждения. Ну, то есть они представляли нам для примера, как мы в своей практике можем использовать. Здесь рекомендованная литература. Я думаю, что эта презентация, наверное, будет каким-то образом размещена и на сайте. Вы ее сможете посмотреть, попросим Веру Константину, поэтому сможете посмотреть, чтобы это использовать. Собственно, зачем я это тогда делала? Все. Я просто вот представила, вот здесь, здесь не было моей целью по этим слайдам рассказать, я просто представила, ну, как организовывают работу с кейсами на занятиях, критерии оценки решения кейса были представлены, но также они давали, вот мы сейчас, кстати, тоже занялись такой работой, мы в рамках практики попробовали поставить такое задание, у нас достаточно много магистров, мы тоже представили структуру, разработали баллы и попробовали сейчас начать работу по составлению именно кейсов. Ну, то есть мы ставили в рамках одной дисциплины задачу, конкретные там кейсы, и, соответственно, затем вот пока еще у нас распределенная практика, студенты отчет по практике только в конце семестра, мы пока не знаем, что какая будет дальнейшая работа, но мы думаем, что сначала мы соберем банк, а потом мы уже сможем проводить какой-то дальнейший анализ работы как раз по составлению кейсов. Ну, вот, смотрите, это то, что они давали на разработку кейса, то есть что студенты должны представить в своем разработанном кейсе. Вот это вот 15 различных пунктов должны быть отражены в этом кейсе, в его разработке. Вы понимаете, какая это достаточно большая работа, но в рамках практики, особенно вот как у нас распределенной, в принципе, можно продумать и реализовать работу именно над составлением кейса. От нас, главное, требуется вот большая работа подготовительная, да, как поставить правильно задачу так, чтобы этот кейс действительно отвечал определенным условиям. Ну, то есть это вот та информация, которая должна быть отражена, ну, вот для вот этих конкретного задания. Это проект «Школа новых технологий», они делали вот проблематика кейса, содержание, это вот вопросы как раз к составлению кейса. Вот, ну, это вот они нам рассказывали, каким образом они делали. Ну, вот на этом я извиняюсь, что заняла больше вашего времени, но рассказала все, что хотела. Спасибо вам большое.